Как-то давным-давно, в незапамятные времена, в Казахстане, в очень далёком 2015 году, вышла вот такая монетка, посвящённая советской межпланетной станции Венера-10. Вот такая вот прелесть монета. Ну и поскольку все аппараты, которые назывались Венеры, были однотипными, я позволил себе, так скажем, использовать эту монету, чтобы рассказать про космическую станцию Венера-4, которая получила первые научные данные с поверхности планеты Венера 18 октября 1967 года, буквально 51 год назад. Вообще, Венера — это такая ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Ещё в 1761 году Михаил Ломоносов предположил наличие у Венеры атмосферы, но только через 200 лет первые межпланетные автоматические станции стали совершать полёты в сторону Венеры и пополнили сведения об этой планете. Вот 4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР о планах освоения космического пространства, которое предписывало создать четырёхступенчатую ракетно-носитель для полёта на Марс и Венеру. Первый успешный пуск ракетно-носителя с автоматической межпланетной станцией на борту состоялся 12 февраля 1961 года. АМС вышла на орбиту, обогнулась Землю и над экваториальной Африкой впервые в мире стартовала в сторону Венеры. Эта станция получила название «Венера-1». При проектировании первой космической аппараты для изучения атмосферы и поверхности этой планеты учёные ещё не знали, какое давление атмосферы должны были рассчитывать на кое. Вот рассчитаны были аппараты. И вот «Венера-1» весной 1961 года пролетела на расстоянии 100 тысяч километров от планеты. Аппаратом пролётного типа был также и «Венера-2», прошедший на расстоянии 24 тысяч километров от Венеры в феврале 1966 года. Вот 1 марта 1966 года спускаемый аппарат «Венеры-3» совершил посадку на планете, что стало первым межпланетным перелётом по трассе Земля-Венера. Но передать данные с поверхность планеты на Землю аппарат не смог. Что-то случилось, то ли молния попала, то ли что-то, но нет, не получилось. А вот 12 июня 1967 года была запущена станция «Венера-4», которая 18 октября опустилась на планету. Впервые были произведены прямые измерения в атмосфере другой планеты в процессе парашютного спуска космического аппарата на Венеру. Научные исследования станции показали отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Именно тогда был определённый состав атмосферы. В дальнейшем процесс изучения планеты шёл достаточно успешно. Космическим аппаратом Венера с 1970 по 1983 год был освоен механизм мягкой посадки. Переданы на Землю сначала чёрно-белые, а потом и цветные снимки планеты. Начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности Венеры. И вот закончилось всё это, то, что на монете изображено. Аппаратом Венера-10. Но уже 15 и 21 декабря 1984 года был выполнен запуск советских космических аппаратов Вега-1 и Вега-2. Вот программа уже пошла по другому руслу и началось другое название вот этих автоматических межпланетных станций. И вот Вега-1 и Вега-2 предназначены для исследования Венеры и кометы Галлея. Вега-1 были запущены. И вот 11 и 15 июня 1985 года эти АМС достигли Венеры и сбросили в её атмосферу посадочные модули. В результате экспериментов, проведённых с помощью космических аппаратов, Венера достаточно подробно исследована. И это хорошо, это полезно, это греет душу. То, что мы на такие дальние расстояния можем замахиваться. Вот такое вот событие произошло 51 год назад, в далёком 1967 году, 18 октября. Космическая станция Венера-4 получила первые научные данные с поверхности Венеры. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...